Если говорить о том, как распознать пузырь, есть очень простой и давно проверенный способ, когда сапожник мне начинает советовать покупать акции, это время продавать. Много кому приписывают это высказывание, да, то есть сейчас, наверное, истоки не найдешь, кто Рокфеллером, кто Ротшильдом, кто Ливенмору, но история очень проста. Если мне таксист начинает рассказывать, как инвестировать в криптовалюту и какая-то классная штука, ну, я понимаю, что, скорее всего, это уже хайп. Когда история привела к тому, что из каждого утюга эта история летит. Только Ленивый, наверное, не сказал о том, что нужно инвестировать в компании, там, Большой Семерки. Что такое компания Большой Семерки? Технологические компании, которые относят, вроде бы как, к компаниям роста, им постоянно шуруют мультипликаторы. Да, зарабатывают много, да, денег много, да, маржинальность непосредственно высокая, но расти еще есть куда, и новый хайп сейчас. Вот искусственный интеллект, искусственный интеллект сейчас всех все везде порвет, и поэтому давайте покупать еще будем. Но, опять-таки, компании оцениваются в 30, 40, 50, 60 годовых чистых прибылей. Нужно понимать, что, например, 100 годовых прибылей при среднем показателе, там, 25. Ну, то есть, если по среднем показателе рынка американского составляет, там, 25 прибылей, да, то есть за 25 лет должны окупиться инвестиции. 4% рентабельность. Компания говорит, что да, меня сейчас оценивают немножко дороговато, то есть 100 лет мне понадобится для того, чтобы сгенерировать прибыль, достаточно для того, чтобы окупить свои вложения, при условии, что у меня прибыль не увеличится. Это говорит о том, что по сравнению с другими компаниями, эта компания должна дать понятный, прозрачный, прогнозируемый прогноз, связанный с тем, что ее чистая прибыль увеличится в 4 матер, в 4 раза. Например, Apple, покажи мне, как ты увеличишь в следующие, окей, 5 лет прибыль еще в 4 раза по сравнению с той прибыли, которую ты получаешь сейчас. NVIDIA, покажи мне, как ты собираешься в следующие 3, 4, 5 лет увеличить прибыль в 3 раза хотя бы по сравнению с той прибылью гигантской, которую ты и сейчас получаешь. Покажи. Нужно понимать очень простую вещь. Если у тебя есть какое-то конкурентное преимущество, ты делаешь какой-то определенный уникальный продукт с высокой маржинальностью, капиталист будет за это бороться. То есть, если он увидит ту же самую NVIDIA, что она может это сделать, но появится еще какой-нибудь аналог, который сможет это сделать. Будет перекупать у тебя инженеров, будет перекупать у тебя программистов, будет перекупать. То есть, он будет создавать альтернативу, ты кто такой, чтобы занимать эту уникальную позицию. Поэтому, здесь, когда мы говорим о пузырях, это всегда вопрос оценки прибыли компании, темпы роста прибыли, с какой маржинальностью работает компания, что у нее с долговой нагрузкой. Куча сервисов есть. Ребят, откройте показатели Apple. Ничего против не имею, сам пользуюсь продукцией, не реклама. Откройте финансовую отчетность компании, что происходит у Apple. Стабильно прибыль, чистая прибыль находится в районе 30 миллиардов. То есть, прибыль не растет, чистая прибыль не увеличивается у компании. А при этом, компания выросла в три раза. Нужно понимать, за счет чего в будущем эта прибыль, как минимум, сохранится на этих же значениях. И за счет чего она будет расти. Поэтому основным признаком пузыря является ажиотаж вокруг каких-то определенных историй. То есть, там, где присутствует большое количество людей, там, где присутствует большое количество участников, которые оперируют на рынке. То есть, здесь, получается, люди не понимают, что они приобретают, зачем они приобретают. Мало того, там идет, начинает действовать так называемое позитивное подтверждение. Когда пузырь образуется, человек покупает актив, этот актив вырастает в цене, он такой смотрит назад, о, классно, чего я больше не вложил. Начинает вкладывать еще больше, актив продолжает расти. То есть, движение вверх-то уже началось. И суть в том, что мы сейчас смотрим в контексте одного единственного взятого человека. У него позитивное подтверждение. А, я все сделал правильно, что я купил. Это очень хорошо, поэтому нужно продолжать покупать. Он продолжает покупать. Петля позитивной обратной связи, он продолжает покупать, а он растет еще дальше. Но суть в том, что на каждом новом этапе роста, вот сюда, вот в этот поезд, в эту рунакету, начинает забиваться все больше и больше людей. То есть, приходит новый человек, плюс один, он купил сейчас, пропустив этот рост. Но он купил и тоже получает рост в относительно короткий промежуток времени, 1, 2, 3 месяца. Мало того, если брать примеры с американскими технологическими компаниями, там еще и байбеки действуют. То есть, получается, когда рынку нужно для здоровья скорректироваться, вот эту пену, которая образуется, погасить, ажиотаж немного сбить, чтобы люди в нормальное состояние пришли. Компания в этот промежуток времени еще байбеки делает. То есть, получается неэластичный спрос. Есть всегда покупатель последней инстанции, что если даже толпа не будет покупать, Apple придет, в конце концов, займет денег дешевых, да, и собственные акции с рынка купит. То есть, какой-либо существенной коррекции нет. Там, где можно испугаться, там, где можно по-другому относиться к рискам, где стать более осторожным, более аккуратным. Люди не видят этого опыта, да, память инвесторов очень короткая. Спрос неэластичный, коррекции не происходят, деньги напечатанные как таковые есть, и поэтому получается, что люди хорошей коррекции даже не видели. Они уже имели прецеденты ковидные, они видели прецеденты 2019 года, когда были проблемы с ликвидностью. Они видели прецеденты 2023 года, когда банки, там, часть обанкротилась. И всегда все, всех спасали, все нормально было. Увидел коррекцию, вообще не задумывайся, бери, покупай, бери с плечами, все равно один фиг заработаешь. Но все эти люди, соответственно, когда-то будут наказаны, да, потому что, опять же, деревья не растут до небес, происходит какая-то определенная коррекция. И вопрос, кто в этот момент, в каком промежутке времени окажется. Всегда основным критерием пузыря идет необоснованная цена. Как посчитать необоснованность цены? Посчитать это достаточно легко. Количество денег, которое вам сейчас требуется заплатить за актив, и количество денег, которое вам этот актив несет. Самые нормальные, приемлемые критерии для оценки правильно-неправильно. Вы всегда можете посчитать, окей, какая сейчас ставка Центрального банка в Америке? Ставка ФРС. 5,5%. Какая доходность в 10-летних облигаций? 4%. Окей, вот, 4% я имею ставку без рисковой доходности. Какую доходность мне сейчас денежным потоком, дивидендами обеспечивают акции Apple? Обеспечивает он мне дивидендную доходность, там, 4% плюс? Хотя бы тогда еще можно находиться. Если не обеспечивает, то в этом случае лучше воздержаться, потому что все равно будут какие-то альтернативы, которые будут компанией с низкой кредитной нагрузкой, с приемлемой маржинальностью, с, может быть, ограниченным потенциалом роста, но с более стабильным, понятным денежным потоком, который можно получить. Ну и, в принципе, там, позицию. Недавно у нас было письмо Ворона Баффет, акционера Баршер Хэтбэй. Он как раз-таки и говорит, ключевым моментом является то, какую ценность долгосрочно генерирует прибыль для акционеров. Если прибыль маленькая, долгосрочно которую генерирует компания, а цена очень большая, это говорит о том, что вы переплачиваете. И вопрос разочарования в этой инвестиции лишь вопрос времени. Суть в том, что движение всего рынка обеспечивает 7 крупных компаний США. То есть, если, соответственно, из индекса S&P 500 исключить вот эту вот дельту 7 крупнейших компаний технологических, то рынок не вырос, он даже снизился. То есть, эти компании тянут, и тогда люди тоже, да, у них возникает закономерный вопрос, зачем мне покупать широкий индекс, я куплю 7 компаний, они будут у меня в портфеле. И еще раз, получается, что так мыслит не один человек, так мыслит не Максим Петров, не еще кто-то, да. Вся толпа, она мыслит одинаково, да, то есть, зачем мне покупать широкий индекс, в том числе какие-то там неэффективные компании, зачем мне покупать компанию, у которых высокая кредитная нагрузка. Когда я могу купить, например, акции Apple, у нее кэша много, все равно она там может продать. Когда я могу купить Nvidia, когда я могу купить Amazon, могу купить Facebook, могу купить Google, да, то есть, они вот это вот определяют. И все начинают только их покупать, вот только их. Причем эти компании, в том числе, да, если начинает происходить какая-то коррекция, они такие, опа, а мы сами свои акции купим, у нас денег, шоу дураков-фантиков, мы сейчас еще и на собственные деньги купим, увеличим акционерную стоимость компании. И получается неэластичный спрос. Но это опять до поры до времени, потому что в конечном счете покупателю может понадобиться деньги, элементарно для того, чтобы купить хлеб, чтобы купить продукты, чтобы поехать в отпуск. За счет того, что инфляция может быть высокой, и покупательская способность будет снижаться. И в этом случае люди начнут обратную историю, да? Мы же тогда что понимаем? Люди отказались от индексного инвестирования. Люди покупают только великолепную семерку. И в них сконцентрирована основная сумма частных инвесторов, например. Вот что будет, когда эти частные инвесторы развернутся и побегут в обратную сторону? Будет петля обратной связи действовать точно так же, как она действовала и до этого. Но дело в том, что если до этого рост такой плавный, с небольшими коррекциями какими-то, да? Но если толпа начинает уносить ноги, она просто прям вот уносит ноги. И там никаких денег у этих компаний на собственных счетах не хватит для того, чтобы остановить это бегство. Опять же, я видел там 2008 год. Для меня эта история была показательная. И 2014 год показательный. Люди не понимают этих рисков, рисков ликвидности. Они не знают, что такое, когда все на выход стоят. Маленькое узенькое окно. И в это окно все пытаются выбежать. Кто как, да? То есть заплатить любые деньги, дать дисконт на продажу. А так как покупателей нету по нормальным ценам, то цена просто летит вниз. Это страшно на самом деле. Не дай бог никому с этим столкнуться. Я думаю, что здесь могут быть разочарования на американском рынке. Но это не прямо сейчас. Сразу предупрежу, да? То есть это скорее вопрос конца 2024, 2025, 2026 год. До этого момента еще порасти мы можем. Обезопасить себя можно. Заберите прибыль со стола. Переложитесь в инструменты с фиксированным доходом. Пусть это просто будет 50 на 50. С постоянным купоном, с переменным купоном. То есть мы сейчас говорим о людях, которые инвестируют глобально. У них есть возможность. Я знаю, что такие люди смотрят наш канал. Поэтому как раз таки решение здесь заключается в том, что перейти в некую долю консервативную. Минимизация процентных инфляционных рисков через покупку облигаций, типсов. Доходность которых привязана к инфляции. А другая часть, это соответственно, если будет смягчение монетарной политики и снижение процентных ставок, то есть покупка облигаций с фиксированным купоном. Здесь вы просто пока что будете защищать, вернее, получить гарантированный фиксированный доход, который перекроет инфляцию. То есть получите реально положительную доходность. Да, вы можете где-то потерять, не дозаработать денег. Но если посмотреть, что наблюдается в настоящий момент, да, я много смотрел отчетов на 24-й год, ресерчи инвестиционных домов. Опять впереди планеты всей. Покупайте великолепную семерку. Все у них будет хорошо. Искусственный интеллект меняет правила игры. Там будет колоссальная прибыль. И вы еще не понимаете, какая прибыль от этого может быть. Сейчас вообще в течение месяца вообще опубликуют новость, что у нас, оказывается, роботы, андроиды могут обучаться самостоятельно. И мы в робототехнику внедрим искусственный интеллект. Ажиотажа очень много. Опять-таки каким-то хайпом, какими-то новостями. Мне не нравится, когда рынки находятся на максимумах и говорят, ничего страшного, сейчас другая реальность. У нас все будет еще лучше. Вот увидите, вот вам обоснование. Каждый раз вот такие вот истории, они заканчиваются какими-то разочаровывающими вещами. В первую очередь связаны с потерей денег, потерей капитала. Вопрос не жадничать. Вопрос того, что минимум столько, сколько лет должно быть консервативных инструментов, разведенных по переменному купону и постоянному купону. Реально спится спокойно. Вот мне уж точно, да, спится спокойно. Хорошие качественные бумаги в портфеле. Сейчас получается где-то в районе 2-3% в месяц. Прибыль итоговая получается, несмотря на то, что у меня лично в портфеле сейчас порядка 58% капитала. Капитал это консервативные инструменты, да, то есть только 42% акций обеспечивают итоговую доходность всего портфеля 24% плюс. Меня это в принципе устраивается. Я не думаю, что доллар вырастет больше, чем на 24%, а даже если он это сделает, у меня есть акции экспортеров, которые мне компенсируют этот рост. Потому что акции вырастут в 2 раза больше, чем вырастет доллар. У меня есть инструменты с постоянным денежным потоком, которые позволяют мне увеличивать мои инвестиции как в облигации, так и в акции. Я вообще просто очень сильно доволен, да, последние там 2 года от крепости своего сна, вне зависимости от того, что происходит, да. То есть за 2 года, даже за 3, у нас и постковидная история была, у нас и спецоперация была, у нас объявление мобилизации было. Все шарахается, ходит ходуном, портфель стабилен, просто делаешь ребалансировку и спишь спокойно. На завершение, друзья, хочется сказать, если вы для себя хотите сформировать портфель, если для вас сейчас является ключевым моментом спать спокойно, в этом случае, друзья, вы можете присоединиться лично ко мне, потому что я понимаю, что сейчас один из лучших моментов для сформирования долгосрочных инвестиционных портфелей. Делаю это для своих детей. Есть проекты миллион долларов за 8 долларов в день. Вы всего лишь 8 долларов в день, эквивалент в рублях инвестируете в России, в российской юрисдикции, в акции российских компаний. Ознакомиться с результатами инвестирования средств по итогам 2023 года, где у нас была доходность порядка 70%, минимизировать время на принятии инвестиционных решений. Все это реально. Ссылка на возможность принять участие в этом проекте в описании внизу. Проходите, смотрите бесплатно, заходите присоединиться. Рад буду вам помочь на этом пути при долгосрочном формировании своего капитала в России. Сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова